Сограница с Украиной. Это можно расценивать как такой сигнал Владимира Путина о смягчении, может быть, риторики? Вот, понимаете, здесь вопрос, вот сигналы Владимира Путина, это тоже еще одна иллюзия, потому что, безусловно, то, что вероятность войны практически никогда не была выше статистической погрешности, даже тогда, когда было, по одним данным, около 100 тысяч войск, а они были вплотную к украинской границе, по другим данным, там, 35 тысяч войск, по украинским данным, но это все неважно, то, что он отвел, ну, отвел, точно так же может приблизить, значит, наиболее вероятно, это то, что после того, как Столтенберг заявил, что где-то в середине января он планирует переговоры между НАТО и Россией, ну, наверное, в ответ было вот такое, ну, раз вы готовы на переговоры, вот мы отведем там 10 тысяч военнослужащих от украинской границы, всего там, по американским данным, было порядка 100 тысяч, ну, стало 90, ну, да, грандиозная, грандиозная, конечно, победа, вот, все это, знаете, это все на самом деле, и сами переговоры, они ради переговоров, то есть Путин добивается, то есть все это пиар, все это маневры, на которых Путин пытается, так сказать, каким-то образом привлечь в себя внимание, доказать, что он не изолирован, доказать, что он, так сказать, по-прежнему по дешах мира, и в конечном итоге может быть в какой-то степени, так сказать, решить какой-то на этом вот костре всемирной угрозы сварить свой маленький супчик в виде Северного потока-2, вот, собственно говоря, максимум из того, что Путин в состоянии будет как-то себе выторговать. Станции, на ваш взгляд, вообще могут на что-то повлиять в контексте этой ситуации, учитывая, что были сообщения, что станции могут коснуться поставки смартфонов, вот если россиян лишат айфонов, это же вызовет гнев в обществе. Значит, я в принципе не думаю, что на сегодняшний момент какой-то гнев в обществе, на сегодняшний момент, причем именно по поводу смартфонов, может конвертироваться в какие-то проблемы для путинского режима. По очень простой причине, потому что смартфонами, потребителем смартфонов является тот самый креативный класс, который, значит, в свое время был на Болотной, который был, так сказать, на Сахарова. И вот управа на этот креативный класс, на потребителей смартфонов, как раз очень простая. Это примерно полмиллиона Росгвардии. То есть, на самом деле, на потребителей смартфонов у Путина есть Росгвардия. Ну, чуть-чуть сложнее с тем протестом, который может быть в связи с введением QR-кодов и с введением, значит, и с тем катастрофичным. Ну, на самом деле, примерно в два раза выросли потребительские цены на продукты массового потребления. Буквально вот за этот год. Там все эти сказки про какие-то доли процента, на которые увеличивается, снижается покупательная способность, это полная чушь. Вот это может вызвать какой-то протест, причем довольно серьезный. Вот на это, пожалуй, может, при каких-то определенных условиях, на это у Путина может не хватить Росгвардии. Возможность это в том случае, вот насчет смартфонов, это, конечно, полная ерунда. Ну, я имею в виду сами вот эти вот угрозы, да, это страшная угроза, так сказать, что вот я или там мои внуки, значит, не будут покупать смартфоны. Ну, и что, мы, значит, всей семьей пойдем на Кремль. Эта опция отсутствует. Значит, гораздо серьезнее, это другая угроза, это обрушение, это отключение от свифта и тотальная топливно-энергетическая эмбарго. Вот это может быть серьезно, потому что это ударит в том числе и по, через какое-то время, не сразу, но ударит и по зарплате силовикам. Вот если силовикам, если, так сказать, начнутся перебои с пенсиями, перебои с выплатами бюджетникам, в том числе и силовикам, вот здесь могут начаться проблемы. И в том числе может начаться, так сказать, тот самый раскол элит. Как он будет происходить, это вообще непредсказуемый вариант. Но, тем не менее, вот это может быть серьезно. Но такого рода санкции пока они на горизонте не просматриваются. Они вот такого рода санкции, на них Запад не готов, это совершенно очевидно. И теоретически это возможно только в том случае, если действительно Путин по-настоящему сойдет с ума и осуществит вторжение в Украину. Вот тут могут быть такие санкции, потому что степень шредеризации западных элит крайне велика. Мы видим это сейчас просто по фактам, по конкретным высказываниям конкретных людей, которые говорят, ну надо выстраивать отношения с Путиным. Путинская Россия для нас очень важна, как источник энергоресурсов, надо дружить и так далее. Это проявление в том числе шредеризации европейских и частично американских элит. Я полагаю, что преодолеть эту болезнь Запада может только сам Путин своими совсем уже безумными действиями. Пока на них расчета нет. У нас есть звонок, зритель на линии. Хотел бы задать вам вопрос. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Откуда вы? И задавайте вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег Альбашимсонов вас беспокоит. Пожалуйста. Вернее, приветствую. Да, вот, господин Николенко, вы и так критиковали этому пресс-конференцию и так критиковали президента своей страны, что вы явно оппозиционный журналист. Но у меня вопрос. Много оппозиционных журналистов, кстати, было на пресс-конференции, кстати, а Владимира Славьева там не было, а другие были. Вот. И удивительно, что вас туда не пригласили. И все же, если бы вы оказались бы на этой пресс-конференции, ну, какой бы вопрос вы бы задали президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину? Спасибо. Спасибо. Во-первых, я не считаю себя оппозиционным журналистом. Я просто журналист. Журналист не может быть оппозиционным. Журналист либо, так сказать, объективно освещает, либо он не является журналистом. Ну, это ладно. Это мелочи. Самое главное. На этой пресс-конференции не было не только Соловьева, не было, например, Дмитрия Муратова и вообще представителей «Новой газеты», которые, так сказать, Дмитрий Муратов единственный в истории России журналист, который получил Нобелевскую премию мира, и его демонстративно не позвали. Вот это существенно. Существенно то, что туда позвали действительно, как вы правильно говорите, нескольких оппозиционных журналистов, тех, которых можно считать оппозиционных, там, из «Радио Свободы», «Дождя», «Медузы», но никому из них не дали слова. То есть они все выглядели в роли вот этого пятачка, так сказать, в гостях у кролика, которому Винни-Пух завязывал рот. То есть им их издевательски позвали, но слова не дали. Что касается меня. Вы знаете, у меня давным-давно вопросов к Путину нет. Просто нет вопросов. Потому что я прекрасно понимаю, что сам, вернее так, скажем, я уточню ответ на ваш вопрос, уважаемый Олег. Я думаю, что единственный формат, в котором стоит задавать Путину вопросы, это вопрос прокурора на, так сказать, процессе за его международные преступления. Вот это единственный формат, в котором Путину стоит задавать вопросы. Во всех остальных случаях вопросы ему невозможны, тем более в таком формате, в котором проходила эта якобы пресс-конференция. Еще раз говорю, потому что Путин умеет блестяще за свои уже третий десяток лет пребывания у власти, Путин научился, так сказать, вот этой стилистике на вопрос о Фоме подробно освещать биографию Еремы. На вопрос о, значит, Бузине подробно освещать события, связанные с дядькой в Киеве. То есть, ну, в логике, в софистике это называется подмена тезиса. Вот Путин этим овладел блестяще. Поэтому вопросы ему задавать в достаточной степени бессмысленно. Значит, вот будет международный трибунал, и тогда прокурор задаст ему вопросы. Многие задавали вопрос ради самого вопроса. Вот просто, чтобы прозвучал вопрос. Там Ксения Собчак задала вопрос по поводу пыток. Хорошо, это достойно. Но у меня немножко другой жанр. Я все-таки не люблю задавать вопросы ради самих вопросов. Я обычно, как интервьюер, я задаю вопросы в расчете услышать ответ. От Путина ответов нет. Поэтому у меня вопросов к Путину нет. Спасибо вам за вопрос. Надеюсь, что я на него ответил. Ну, Дмитрий Муратов так или иначе прозвучал на пресс-конференции, поскольку журналист Эхо Москвы передал его вопрос, хотя новую газету действительно не пригласили на эту пресс-конференцию. Это правда. Да, вот вопросы в чате также приходят и спрашивают у вас, Вадим, как Путину сохранить лицо, если Запад не уступит, как ему сохранить лицо? Уважаемый Вадим, я должен сказать, что для меня несколько неожиданный ваш вопрос, потому что, честно говоря, я как-то не присматриваю за лицом Владимира Путина. Я думаю, что он в состоянии, так сказать, вообще я не знаю, что такое лицо Владимира Путина. Это вот очень, кстати, очень интересно. Спасибо вам за этот вопрос, потому что что такое лицо Владимира Путина, для меня совершенно непонятно. Лицо для кого? В чьих глазах? В глазах Маргариты Симоньяна его лицо всегда будет прекрасным. Это будет лик нерукотворный. Вот это совершенно очевидно. А значит, в глазах того же самого Владимира Соловьева, не к ночи будь упомянутого, значит, тоже Владимир Путин будет всегда прекрасен. Да, значит, Владимир Путин молодец, как пел некий мальчик в своей замечательной песенке. Так вот, в их глазах Путин всегда сохранит лицо. В глазах людей, которые более-менее трезво смотрят на ситуацию, человек, который на протяжении двух с лишним десятилетий создал в России фашистский режим, я думаю, что лицо его уже сохранить невозможно. С точки зрения, так сказать, как он может выйти из ситуации, ну, вот понимаете, он добился своего, с ним начали разговаривать. Теоретически, конечно, вот эти вот предложения, которые вот о капитуляции, они приняты быть не могут. Но, в принципе, если будет большое желание, ну, что-то можно выторговать. Ну, можно вести... Понятно, что все разговоры о том, что Украина никогда не будет принята в НАТО, такой бумажки ни США, ни НАТО подписать не могут. Ну, просто по определению. Просто это невозможно, это противоречит устав НАТО, и противоречит полномочиям Соединенных Штатов Америки в НАТО, поскольку там 30 стран. Значит, что может быть? Ну, можно вести разговор о каких-то географических границах, о каких-то километрах, так сказать, в которых можно вести, осуществлять учения. Вот об этом можно вести разговор. Можно говорить о неразмещении каких-то видов вооружения в каких-то определенных странах. Ну, например, там и в ответ, так сказать, в каких областях Российской Федерации можно или нельзя размещать, так сказать, военные объекты, наступательное вооружение. Ну, теоретически на этот счет можно вести разговоры без потери лица и Путина, и НАТО, и Соединенных Штатов Америки. Можно. Об этом, по крайней мере, можно разговаривать. Ну, а будет ли Путин в данном случае, пойдет ли Путин на такого рода разговоры? Ну, покажет времени. Совсем немного осталось. Посмотрим. Видимо, все-таки эти переговоры, скорее всего, они состоятся, поскольку, ну, если Путин и, так сказать, его окружение откажется, то это будет совсем странно. Сами же предлагали, давайте поговорим. Поэтому, скорее всего, состоятся эти разговоры. Я вижу единственную возможность это снизить, просто резко снизить, просто с самого начала резко снизить, так сказать, тональность вот этих вот документов, перевести разговор на те вещи, которые, в принципе, можно обсуждать. А это, безусловно, вопрос о географическом месте проведения учений с одной и с другой стороны и о, так сказать, точках, где можно, где нельзя размещать ядерное оружие. Вот на эту тему теоретически могут говорить и Россия, и НАТО, и Соединенные Штаты Америки. Это хотя бы может быть теоретически предметом разговора. Если на это Россия пойдет, путинская Россия, то, в общем, ну, молодцы, выкрутились. Вот в контексте размещения ядерного оружия, если говорить об интеграции России и Белоруссии, сейчас среди белорусской оппозиции есть дискуссия о том, является ли это тесное сотрудничество Путина и Лукашенко, все же аннексией Белоруссии со стороны России или нет? Что вы можете сказать по поводу интеграции? Я не думаю, что... Вообще, конечно, тема интеграции, тема, скажем, дальнейшей реализации вот этой вот идеи, которая была в 90-х годах, это создание союзного государства, там договор в 99-м году был подписан, это, безусловно, такая богатая тема для Путина, потому что его идея, так сказать, в 24-м году предстать в качестве собирателя земель русских, но на сегодняшний момент он может собрать ДНР, ЛНР, Абхазию и Южную Осетию, это максимум... Да, ну, еще Приднестровье, вот может объявить себя царем всея Руси, великие, малые, белые, ну, вот с Малой Руссией ничего не получается, это уже очевидно совершенно, но вместо Малой Руси может быть ЛДНР и Приднестровье. Значит, вот что касается Белоруссии, да, безусловно, интеграция – это козырь, но для меня совершенно очевидно, что здесь существует так называемый Лукашенковский тупик, потому что Лукашенко ни при каких обстоятельствах не откажется от такой опции, как кадровое назначение генералов вооруженных сил Беларуси, КГБ белорусских и так далее, потому что вот это та грань, за которую Лукашенко, конечно, не перейдет, потому что в противном случае он, ну, город Ростов-на-Дону, конечно, красивый, богатый город, симпатичный, зеленый, но вот поселиться по соседству с Януковичем для Лукашенко – это, в общем, наверное, не тот вариант, который он бы хотел, где он хотел бы встретить старость. Значит, а это именно тот вариант, который произойдет, если вдруг случится, например, полная, так сказать, интеграция, и там Лукашенко попадет полностью во власть путинских чиновников. Лукашенко этого не допустит. У него, в принципе, есть пока на это ресурсы, несмотря на огромную зависимость, которую он получил от Путина. Поэтому объявить о создании, объявить о создании единого государства до 2024 года Путин в состоянии. Это может произойти. Это будет такой, опять-таки, пиаровский козырь, но реально, так сказать, полностью устранить политическую субъектность Лукашенко, я думаю, Лукашенко костями ляжет, и у него достаточно хитрости, маневренности, живучести, вот, изворотливости для того, чтобы этого не допустить. Я думаю, что этого не произойдет. Ну вот еще одна тема, где созвучны Россия и Беларусь, как кажется, если говорить о субъектах Российской Федерации, это чеченская история, которая поначалу, кажется, была очень локальной, но сейчас все больше и больше поступают сообщения о том, что критики Рамзана Кадырова, точнее, их родственники пропадают. И уже это все такой широкий массовый характер носит. Лукашенко, как мы знаем, по крайней мере, белорусские власти, они тоже берут, ну, берут в заложники, если так можно сказать, матерей и оппозиционеров. Несколько дел уже таких нам известны, по крайней мере. Это новый тренд или старый новый тренд? Ну, скажем так, назвать это совсем новым трендом нельзя, потому что большевики начали с того, что стали брать в заложники. Ведь сама история возникновения ВЧК, она ознаменовалась красным террором и вот этой замечательной практикой, когда стали брать в заложники семьи, стали брать в заложники односельчан и так далее. Так что эта практика насчитывает более 100 лет. Существенно более 100 лет. Она, в общем, с 1918 года реализуется на территории современной России. Так что здесь говорить о каких-то новациях не приходится. Да, действительно, в известной степени можно с некоторой долей черного юмора сказать, что путинская Россия оказалась зажата между Лукашенковской Белоруссией и Кадыровской Чечнёй. То есть, между двумя более террористическими режимами. Путинская Россия – это террористический режим, который с северо-запада ограничивается еще более террористическим режимом Лукашенко, а с юга ограничивается тоже еще более террористическим режимом Кадырова. То есть, это происходит. И в известной степени происходит кадыровизация и лукашенизация путинского режима. То есть, это воздействует. На самом деле, они сегодня задают моду, они показывают тренд. То есть, Лукашенко и Кадыров, они протаптывают дорогу Путину. То есть, показывают тренд. Так что, вот в этом смысле есть такая опасность. Они являются, так сказать, такими флагмами, которые показывают, задают движение в сторону дальнейшего сгущения террористической и фашистской туманности. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что вы нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы. Будем следить за развитием событий. Игорь Иковенко, журналист и публицист, был с нами. Сегодня спасибо вам. Удачи. Всего доброго.